Привет, друзья! Меня зовут Владислав. Я ведущий канала Русская Дымка. Сегодня здесь на канале Алкофан мы вместе с вами приготовим ягодную настойку. Настойку из клюквы. Итак, что же я взял, чтобы всё это приготовить? Я взял немного замороженной клюквы на ближайшем рынке. Я взял сортировку. Это самогон, разбавленный до питьевой крепости 40 градусов. Если самогона у вас нет, вы можете взять водку и получить похожий результат. Ну и я взял тару, баночку, где всё и будет происходить. На первом этапе мы настаиваем нашу клюкву на самогоне. Прямо как есть, замороженную, отправляю клюкву в банку. И теперь моя задача залить ягоды так, чтобы спирт, самогон или водка, смотря что вы используете, закрывал их сверху, но не более. Вот что у меня получилось. Теперь эта банка будет стоять, настаиваться. Я оставлю её в тихом, тёмном месте. И через дней 10-14 я к ней вернусь. Мы постараемся добыть весь оставшийся сок из ягод, который спирт не сможет вытянуть. Так что закрываем, ждём и вернёмся, когда настойка будет готова. У меня прошло несколько дней. Получился вот такой вот симпатичный настой, очень красивого цвета. И пришла пора завершить приготовление настойки. Поэтому первым делом, спиртовую основу, я солью с ягодок клюквы. Обычный дуршлаг. Настой клюквенный отправим в баночку. Дождаться своего часа. Но в этой клюкве ещё очень много вкусного и полезного сока. И хочется его оттуда как-то извлечь. Этим сейчас и займёмся. Клюкву я отправляю в ковшик. И сейчас моя задача залить её водой ровно столько, чтобы вода эту клюкву покрывала. Вода у нас на месте. Ковшик с клюквой водружаем на плиту. И теперь будем греть. Доведём до кипения. И в момент кипения будет такой звук лопающихся кожурок. Это ягоды, вот температуру будут лопаться. И отдавать свой сок в воду. Именно этого эффекта мы и добиваемся. Мы хотим, чтобы клюква отдала в воду свой сок. Я включаю плитку и нагреваю. Буду чуть-чуть помешивать в процессе, чтобы ничего не подгорело. Ну вот, начинается процесс. Пошёл запах ягодный, клюквенный. И на поверхности появляются пузырьки. Это значит, что клюква уже начинает отдавать свой сок. Я уменьшил нагрев. Вот и пошло текление. Надеюсь, вам слышно, как шипят ягоды. Вот это и есть то, чего мы добиваемся. Долго мы варить не будем. Нам дороги полезные вещества, которые могут стать хуже при разваривании. Поэтому просто дождёмся, когда большинство ягод пошипят и отдадут свой сок. Вот я думаю, на этой стадии можно остановиться. Ну что ж, теперь просто. Наш отвар чуть охладился. И я даю ягодам стечь через дуршлаг. Далее, у меня есть воронка бюмкера с бумажными фильтрами. Если у вас ничего подобного нет, берёте обычную воронку, вставляете в неё ватный кусочек, фильтруете через вату или через ватные диски. Любым способом. Вот этот вот ягодный отвар нам нужно профильтровать, чтобы настойка у нас была прозрачная. Неспешая фильтруем. Ну и что же, друзья, имеем в итоге? В итоге мы имеем вот такую вот спиртовую настойку и вот такой вот отфильтрованный, вываренный клюквенный сок. И сейчас самое приятное, мы их смешаем по традиции, по заветам Дмитрия Ивановича Менделеева. Вливаем спирт в воду. Так, тут у меня немножко взвеси осталось. Обойдусь без неё. И вот наша красивая, благородная, клюквенная настойка. Сейчас последний этап, вкусовщина. Её можно и на мой вкус нужно немножко потластить. На такую вот баночку на литровую я бы использовал 2 столовые ложки сахара. Итак, раз и два. Со временем каждый из нас может самостоятельно для себя определить количество сахара в настойках, которое будет ему нравиться. Ну, сахар даёт не только сладость, он ещё немного смягчает, делает напиток более питким. Поэтому, я думаю, что немножко добавить его надо. Ну, а настойку нашу я сейчас закрываю крышкой, оставляю постоять в стекле, для того, чтобы она отдохнула, успокоилась, все вкусы сгладились. И после этого можно её дегустировать. Меня зовут Владислав. Я ведущий канала «Русская дымка». И для вас на канале Алкофан я готовил вот эту вот чудесную укрепленную настойку. Будьте здоровы!